Когалым станет кузницей кадров для нефтегазовой отрасли. В городе появится филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Для подписания четырехстороннего соглашения по его строительству в Югру приехал министр науки высшего образования России. Во время визита Валерий Фольков принял участие в открытии филиала Государственного русского музея и обсудил с руководством округа перспективы создания центра биомедицинских технологий. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Целая серия итальянских видов Худякова, жанровые картины Венецианова, портреты Карла Брюлова. В общей сложности в Югру привезли около 50 произведений русского искусства выдающихся живописцев. В экспозицию вошли и произведения из коллекции Василия Кокарева, одного из первых российских нефтепромышленников, страстного патриота и мецената, участвовавшего в общественной и культурной жизни страны. Уникальная выставка – это своеобразный результат семилетнего сотрудничества Коголыма и Русского музея. К открытию культурно-выставочного центра первого филиала музея за пределами Санкт-Петербурга здесь подготовили поистине выдающийся проект. Обновленный филиал музея – это еще и информационно-образовательный центр с мультимедийным кинотеатром и классом, оснащенным персональными компьютерами для доступа к программам медиатеки. Появление в Югре центра высоких биомедицинских технологий будет не менее масштабным событием, чем открытие филиала Русского музея. Этапы его реализации министр науки и высшего образования обсудил на совещании. Валерий Фольков подчеркнул, что развитие генетических технологий – это одна из задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным перед правительством и научным сообществом. Объект площадью 19,5 тысяч квадратных метров планируется построить уже через три года в Сургуте. Предполагается объединить усилия более 200 специалистов – генетиков, биохимиков, биоинформатиков для перспективных геномных исследований жителей арктической и субарктической территорий. В конечном итоге результатом и этой работы станет увеличение продолжительности жизни югорчан. Кроме того, будет разработан генетический паспорт коренных малочисленных народов Югры. Центр высоких биомедицинских технологий, который инициирован руководством округа и создается. Все-таки его основное предназначение – это помочь каждому, кто хотел бы, кто нуждается в соответствующих услугах медицинских, получить такие услуги на мировом уровне, на мировом качестве. И для нас очень важно найти, чтобы было определено место для наших возможностей, которыми мы создаем федеральные повестки на этот счет и уже на следующую неделю или через неделю, по крайней мере, вопросом кадров. Да, займемся плотной. Плотной. Практическая плоскость перед тем. В ходе визита Валерий Фальков дал символический старт строительству еще одного учреждения – образовательного центра по подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли. Таким образом, в Когалыми появится филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. До открытия филиала студенты будут проходить обучение в Перми. Первый набор абитуриентов из Югры прошел уже в этом году. Денис Набойщиков, Максим Солюков, Вести Югория, Когалым. Да. До свидания. Продолжение следует...